здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал книга разбивающая официальную версию о варягах значит попалась мне не попалась а точнее мои подписчики прислали мне такую интересную книгу которую я вам и хочу показать вот так она ребята называется о древнейшей истории северных славян до времен рюрика и откуда пришел рюрик и его варяги значит зачитаю вам много читать не буду читается эта книга легко предлагаю вам ее прочитать читать здесь немного александр васильев санкт-петербург 1858 год значит некоторые места здесь конечно есть с официальной версией вы знаете что официальная версия татарах монголах но мы пока не будем об ней говорить но о варягах сейчас здесь очень интересная я вам зачитаю поехали читая в истории государства российского о призвании варягов и исличая сказанием летописца нестора я был поражен ошибочностью выводов историографа дальнейшее занятие объяснили причину в половине прошедшего столетия нестор был разобран учеными и иностранцами объяснявшими славянскую летопись под влиянием немецкого фанатизма небрежение ко всему русскому и плохого знания русского и тем более славянского языка к несчастью россии берон управлявший в то время государством имел причину делать так и имел причину желать чтобы русские не считали себя самостоятельным народом и хотя несколько благородных россиян дерзали восставить против оскорбительные искажений и русского слова и русской истории байерами миллерами шлёцарами но их виние было бессильно немецкая партия одержала вверх и немецкое объяснение русской истории утвердилась столь твердо что карамзин историк новейших времен не решился спорить с авторитетом ученых иностранцев признанных всей европой великим толкователями русской истории но истина как ни была затемнена невежеством и недоброженством должна быть должна была воссиять карамзин своим высоким слогом увлек русских читателей ой русских читать историю отечества и чувство русское воскресло остается теперь русскому уму довершить великое дело нам россиянам предстоит слава объяснить историю не только россии но и всей европы сомнения основательные что скифы гоны обры болгары были не пришельцы азиатские но славянские колена обитатели берегов каспийского азовского черного морей и дуная быть может примут достоверность и тогда вся европа увидит ложность понятий о средневековой истории теперь когда так много россиян занимается изысканиями историческими когда исторические сочинения азиатских народов персов китайцев и других не есть недоступность для европейцев раскроется истина быть может мечтательных на одних предположениях составленных переходов азиатцев быть может убедятся что греки называли скифами всех чужаков и в особенности ведших кочевую жизнь что сарматами то есть голубоглазыми и ящеровидными называли они южных славян по ненависти к ним что хун или хунны на древнесеверном немецком наречии значит великан что обр на западнославянском наречии тоже значит великан что рыссе у скандинава значит тоже великан и потому земля обров хуни гардия и руселанд имела который мы в древние времена звали россию окружающие соседи и есть одна и та же страна высокорослых славян что монгольское государство хуну существовало пред рождества христова не более двухсот лет а хуню монгольские монгольские парни или нарии вовсе и не входили в европу что видимо подтверждается не имеем не на западе европе остатков монгольских племен которые не могли бы исчезнуть до последнего признака когда колено славянские составляют значительную часть населения германии а остатки вторжения монголо татар в 13 веке оставили поселенцев во многих местах россии видимо что древние южные славяне как и древние многолюдные народы разделялись на множество поколений носивших каждое свое собственное имя и когда несколько поколений соединялись с перевесом одного которого нибудь в отдельное государство или владения владение это называлось именем господствующего поколения или владительного дома падал этот владительный дом переходил перевес в сторону другого и те же владения под владычеством всего последнего получали опять новое имя отчего и произошли сказания народов скифов гетов сарматов аланов хорбатов гунов венедов болгаров и других в воскресенской лептописи сказано и пришедшие славяны с дуная и сидеша и сидоша у озера ладожского оттоль пришедшие сидоша около озера ильмень и на реку шася русь реки ради русы ежи впадает в ильмень не та же эта история что и со всей европою пришли славяны с дуная покорили туземцев с той разницей что найдя на ладоге и ильмене прежде их пришедших с родичей говоривши тех же славянским словом вполне слились с ними приняли название побежденных и составили с ними одно государство вникните в сказания о венедах неоспоримых неоспоримо звавшихся также русами и давших свои прозвания русна куриш гафу руса главному рукаву немана и окрестностям руси русы нейтен варус росситен россиене и пришедшим от них название паруси в смысле русского слова за русью паруси паруси как говорится по речи полесье и тому подобное из которого выявлялось наименование пруссии нельзя опровергнуть что между огромными массами славян шедших с дуная одна под названием русов венедов проникла до балтийского моря и заселилась в нынешней северной германии другая прошла к ладоге и ильменю как конечностям балтийского моря и встретя там прежних заселившихся славян русов а семи а земли лась с ними самое сношение в древности новгородцев с торговыми городами германии не указывают не указывают ли наследственные но ныне давно забытые отношения славян новгорода с венедами как с народом одного происхождения от славян придунайских полные переводы на русский язык малоизвестных нам древних сочинений востока юга и запада увеличат наши сведения о древних россиянах и высвободят нам родную историю от вольно искажения иностранцами и теперь же читаем мы историки времен диоклетиана третьего столетия по рождеству христову писали что в персидских междоусобиях принимали участие рюсси рус мессий харецкий живший в пятом веке знал что русский народ примыкает жилищами к дунаю молдавы и волохи столь давно потерявшие самобытность и от того исказившие свой родной язык сохранили еще множество русских слов в их полной чистоте и верно мы отыскали бы у них верные сведения о гуннах геттах обрах и других эверс нашел сказание что за сто лет до рюрика две тысячи русских судов принимали поход на византию помогая болгарам быть может окажется историческую истинную мысль казавшиеся прежде дерзкою гипотезою что русь еще до призвания рюрика от 5 до 9 века соединенная с болгарию составляла с нею один народ разделенный подобно древней греции на дробные владения покои совокупно владычествовали до половины девятого века пространством от берегов эльменя до балкан и адриатического моря между многими фактами поддерживающими эти убеждения служат также булл и пап девятого века запрещавшие служить обед не по болгарскому обычаю на русском или славянском языке не явно ли что болгары были славяне и имели общий славяно-росом язык это убеждение объяснила бы лес легкость как бы привычно северных россиян делать при игоре и олеге походы на юг нападать на константинополь на их малых ладьях что невозможно было бы исполнять иначе как прибрежным судоходством вдоль гостеприимных берегов но в предпринимаемом сочинении моя главная цель объяснить откуда пришел рюрик и кто были его варяги почему не вдаваясь в подобные исследования предметов для объяснения которого необходимо проверить древнейшие писания иностранцев буду повторять сказания о юге россии в первой главе моего сочинения согласно карамзину тема моего сочинения которую развертываю во второй главе есть северные славяне и откуда пришел рюрик и кто были его варяги ну и можете дальше ребята прочитать сами интересную вот эту книгу я вам кое-что еще тут отсюда зачитаю до рождества христова северные славяне были отделены от греков и западной европы славянове юга как предположили историки 17 18 столетия переходными из азии народами скифского и гетского происхождения в начале христианского летоисчисления прояснившимися славянами юга под именем сарматов из коих два колена звались язигами и как с аланами последние жили у днепра во втором столетия аланами в третьем годфами в четвертом гуннами в пятом уграми и болгарами в шестом вновь произвинившимися туземными славянами гремившими грецию и занимавшими их аварами которые простерли свои владения от волги и эльбы вот такая вот интересная книга ребята ну и напоследок сейчас зачитаю и интересная о хазарах так ребята ну и напоследок поражение и рассеяние юго-западных славян вследствие беспрерывных войн открыли мужественным казаром новому поколению временных громителей европы племена славян северных в седьмом восьмом веках казары доходили до аки и война и внутренние смуты проникли в мирную страну гиперборейцев в восемьсот пятьдесят девятом году пишет нестор живший в киеве от того вовсе не знавший древнейших событий северной россии какие-то смелые и храбрые воители именуются варягами пришли из-за варяжского моря и надоложили дань на чуть нестор называет казаров соплеменниками болгаром а болгары были славяне вот такая вот ребята интересная книга которую я вам и предлагаю прочитать ссылку оставляю читайте на здоровье вот так она называется о древнейшей истории северных славян до времен рюрика и откуда пришел рюрик и его варяги спасибо за внимание до свидания